привет красавица красавица привет ну вчера девочки видео я так в общем два дня не снимала чем отдыхала вчера ездили на стрижку микуську подстригли холодно и трусится ты чё так трусишься все мама дело тебе мама дело на здесь тебе будет тепленько хорошо хорошо все хорошо лежи этом папа пришел купили ротки у меня сегодня ребята день готовки так поставила мяско бульон варится свининка в общем буду варить сегодня борщ и по-флотски макароны готовить сегодня у нас будет день готовки и разговор так поставила подливку сделать у меня готовая борщевая заправа в которой лук и морковь и свекла и в общем и перец и все тут есть уже и томаты томат я еще добавила баночку томата маленькую посолила поперчила сахарочку добавила немножечко молит софия найди мой этот крабик я не найду два дня свой крабик не могу найти может упал где-то за кресло заколола такой заколкой волосы ладно даже не искал один спальне на столе мама туда не дошла до так сахарницу помыла все время кто-то наспает сахар впервые меня а знаете как это бывает а мокрая ложка берешь она там засыхает а я тут не люблю уже в конце выбираешь а ну ты-то все горы там залипшего засохшего надо этот думаю надо помыть и насыпать свеженький спасибо еще раз всем за поздравление с пасхой девчатки я сейчас вам ставлю кусочек видео то что мы приготовили мы сами посидели дома в кругу семьи часам покажу вот такой стол мы накрыли на пасху всех тоже с праздником уже с прошедшим спасибо всем за поздравление девочки все читала мальчики почему тачка с пылу жару тут трохи зажарилась но ничего гарненькая мы так и немножечко пюрешечку сварили салатик сделала с капусточки микуська ты тоже заприсла да на уточку хочешь до уточки хочется так что будем мы как там говорят разъявляться да разговляться так просто до отметим праздник вдвоем женя меня ждет окрошку я предлагала не хочешь окрошки а что ты мне предложила но я что-то как-то упустил давай я крошки съем да ну давай решили мы все-таки а ну-ка по окрошечке что-то я так с утра же не предлагала он не захотел сейчас будем пробовать смотри я тебе это горчичку даю перец в общем пробуй а как вы думаете все она хотела наконец-то сидит облизывается она говорит а вы тут едите вкусняшки всякие тоже хочу я тоже хочу уточку мама тебе грудочку нащипала такая девочки утка вкусная вообще очень вкусная уточка это очень вкусная уточка очень вкусно и гостю хоть жжу я живы все хватаешь как будто ну скажу маму что ты остановилась баклана вот так мы отметили пасху и два дня девочки я ничего не снимала у меня был выходной не хотелось мне снимать как-то на душе грустно мне было вчера вообще было очень грустно все пыталась взять камеру в руки но не получалось я и у родителей вчера была вообще ничего не снимала как-то не хотела с ней ничего снимать читала вечером ваши комментарии ой девчонки вы там какие дискуссии развели насчет правиль как правильно как правильно девочки как правильно говорить насыпаем наливаем я вам скажу у нас все жизнь вот сколько я живу вот у нас так говорят семье ну не знаю ну наливаем мы чай кофе молоко такое вода вот это мы наливаем а еду мы всю насыпаем и это уже невозможно поменять я вам так скажу как насыпали мы так и насыпаем даже первое блюдо вот вы писали в комментариях что у нас если боль что ложка стоит на такое густое все поэтому мы все насыпаем а то что в чашку мы наливаем это уже понимаете но мне почти 50 лет я все время так говорила это очень тяжело переучиться в каждых регионах свои такие есть предложения которые невозможно поменять это уже оно к тебе приросло по поводу паска кулич вы там спорили девочки вот мы все время пекли паски все время никаких куличей почитала зашла даже в википедию у нас у нас паски у нас паски украина так что я вас прекрасно поняла а вы меня поймите и не надо по этому поводу ссориться друг с другом кому-то что-то доказывать вот у нас тримпеля вот у нас тримпеля никто никогда мы не говорим вешалки плечики у нас тримпеля и в харькове тоже так говорят 3 и когда ты смотришь над кого-то там из блогеров и вот они разговаривают так как ты да ты понимаешь с нашего региона люди некоторые любят делать замечания там кто кому-то слух режет режет а что делать не знаю я не делаю замечания людям если они неправильно говорят что-то вот у нас я вам скажу многие говорят не коридор я говорю коридор многие говорят ка-ли-дор не знаю почему калидор калидор у меня бабушка так говорила но я говорю коридор а вообще многие говорят ка-ли-дор а правильно коридор в калидоре в калидоре калидоре говорят пусть говорят ну люди привыкли так говорить они всю жизнь слышали это слово так что не ссорьтесь так что-то картошки мало начистила придется еще дочищать у нас на улице ветер такой снова ветрено смотрю везде дожди передают ну у нас не было еще дождей у нас сегодня что у вторник вторник у меня день готовки мне надо много приготовить еды пасочка еще осталась одна у нас большая пасочка еще не доели хорошо я и маму угостила маме вчера паску отвезла они две отправила не переживайте вы там переживаете что аня пропала не переживайте она скоро появится у они проблема там с телефоном она вам потом сама все расскажет она тоже очень скучает она от меня так не хватает это тебе такой это в жизни что вот ты осталась без видеосъемки ты можешь переосмыслить понять надо тебе это не надо на это я не могу мне не хватать на сильно хочется что-то снять а я не могу так что подождите появится аня все у них хорошо я тоже с камилочкой общалась она мне показывала что она пасочки верхушки все победал и верю то есть она нотася смотри на все беленькое все поела еще раз почитала по поводу на маски на пасок что многие девочки вы отдаете предпочтение вам всем нравится на желатине с желатина делать на маску на пасочку прям что вы уже много лет много лет так делаете вам очень нравится на следующий год девчата дай бог все будет хорошо подготовлюсь как положено спеку красивые паски а еще по поводу рецептам дрожжей смотрите у мамы в рецепте идет 150 грамм дрожжей но она сказала можно и 100 и вот раньше когда я выпускала видео у меня в рецепте 100 грамм дрожжей а я этот раз взяла именно свою тетрадочку где записанный рецепт и приготовила вот так потому что 100 грамм дрожжи мне что-то тесто плохо подходило хотя вы готовите у вас нормально вы мне даже писали что наташин ты же раньше говорила 100 мы всегда готовим все нормально ну я решила на 150 сделать нормально все хорошо не дрожжами ничего на не воняет паска чудесная где она у нее есть я знаю что он уже сто раз ее показывала хорошенькая такая вкусненькая хорошая пасочка очень вкусно пахнет потом яйца сегодня в интернете увидела девочки рецепт как еще украшают яйца ну я на следующий год попробую заранее дай бог живы-здоровы будем тоже так бурж сегодня буду варить с молодой капусты у меня осталась молодая капуста вот половиночка и мы с нее сварим правильно у меня просто старой нет магазин эти покупать зачем если есть такая капусточка сварим с молодой смотрю картошка уже у нас молодая продается но цена конечно дороговато мы еще не покупали подождем еще клубнику тоже не покупала вы мне там написали кто пишет вкусное кто написали что где-то не знаю ребенок ел отравился умер короче по временем по временем по временем у меня там машинка этот посудомойка гудит наверное вам немножко мешает вот так вот 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 так вот вот так вот так вот вот так вот так вот так вот так вот я люблю борщ с молодой капустой давно я не варила в харькове было и не варила борщ наверное это еще давно когда дома было да женя сам варил я не варила а крошки еще осталось там на два раза поесть нам хорошо крошечка пошла почитала ваши варианты как вы готовите на сыворотке многие на сыворотке тоже хорошо учатся удивились что с майонезом не знаю с майонезом очень вкусно кто не пробовал попробуйте майонез это очень вкусно какая не смеется на эту моя мама все с майонезом все вкусно если не любите покупной сделайте домашний майонез добавьте сметана майонез очень вкусно 50 на 50 сметанки майонезика ветер сильный я там белье развесила чтобы мне не улетела постирала темная борщ у нас будет на свининке уточку на паску ты даже готовили ой очень вкусная утка получилась вообще я ее этот раз в рукаве готовила нормально что не захотела доставать утятницу и в этом запекала вот в этой форме которую я покупала это оранжевая яркая так картошечка у нас тут сварилась не еще помидорчик порезала лучок добавила тоже заправка борщевая такая уже выпарилась хорошенькая стала сюда добавим девочки борщ готов сейчас его уже отключаю капуста молодая но быстро закипела и все чему такой у нас получился борщ на свининке с фасолькой уже в конце девочки вспомни огрыжение белом фасоль давай забыла еще шка соли надо добавить так что ты фасолька и красивый да все отключаю отключаю хватит муж капуста быстро молодая всего стоп 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 можно отставлять потихонечку его двигаю потому что добавила фасоль она вообще видите у банки фасоли высыпала и получилась очень полная хотела все добавить бабочку потом думать они выльется за борта так 100 лет не ела борщ сейчас он немножечко настоится я со сметанкой будем дегустировать девочки дивиться как я себе приготовила лучок копченое сало борщец сметаночка по штука светловатый получился но я такой люблю девочки пробуем борщец он чуть-чуть настоялся берем лучом вы так любите сало копченое с морозилочки тоненько порезала все не буду вас дразнить я с вами на сегодня прощаюсь встретимся с вами в следующем видео все всем пока пока кто есть всем приятного аппетита до завтра